Последние несколько лет Брест активно застраивается. На карте довольно быстро появляются новые районы. Активно реконструируются и те части города, где уже необходимо комплексное благоустройство. Люди приобретают жилье. Кто-то для себя, кто-то для дополнительного заработка. Когда заветные ключи от однушки, двушки, трешки уже в руках, встает вопрос. Как же быть с налогом на недвижимость? Ведь теперь у одного собственника есть два официальных жилых помещения. Если же физическое лицо владеет, направит собственности двумя или более квартирами, то от налога на недвижимость освобождается одна квартира по заявлению физического лица на основании письменного уведомления, представленного в налоговый орган по месту жительства с указанием местонахождения всех принадлежащих физическому лицу жилых помещений. Одна из квартир по выбору заявителя освобождается от уплаты налога только после того, как хозяин с письменным заявлением обратится в ближайший налоговый орган, где укажет одно жилое помещение, которое он определит как основное. За него налог взиматься не будет. За другие квартиры, находящиеся в собственности, будет начисляться оплата. Процесс урбанизации остановить сложно и факт налицо. Многие люди предпочли деревенскому быту жизнь в комфортной среде в городских условиях. Удобная квартира теперь основное место проживания, а жилым домиком в деревне человек владеет на праве собственности. В этом случае специалисты налоговой инспекции разъясняют и напоминают, если в загородном жилье прописан дееспособный взрослый человек, то заплатить налог на недвижимость все же придется. Например. Пенсионер по возрасту зарегистрирован в квартире в городе Бресте. На праве собственности ему принадлежит жилой дом в Брестском районе, в котором зарегистрирован его совершеннолетний сын. В отношении данного жилого дома не будет применена льгота по налогу на недвижимость, так как в жилом доме, который принадлежит пенсионеру по возрасту, зарегистрирован его совершеннолетний сын. Освобождаются от уплаты налога пенсионеры по возрасту, инвалиды первой и второй группы, проживающие в домах без дееспособных родственников, граждане, имеющие недвижимость, например, гараж, не по месту жительства. Более подробную информацию по поводу налогообложения на недвижимость можно найти на сайте Министерства по налогам и сборам, а также в отделах информационно-разъяснительной работы по месту жительства.